Сердцу верить полуслова Новый год желаем весь Сердце, если друг забыли, я напомню это здесь Сердце точно вам подскажет, где найти и что искать И вам снова будет 30 или даже 25 Вам желаем не прощаться, где прощению место есть Просто следуйте за сердцем Сердце я напомню здесь В новом году следуйте за сердцем Тинькофф Здорово всем саусом молекум Братцы, всем здорова Вы на канале Асата Ченнел И с вами я, Марат Бородатый С зубом Колик, я теперь буду постоянно Бандоваться, что я с зубом Теперь я Марат Ниджибур Коли Я честно, да, вот по счет зуба хочу поговорить На хуй вам, бля Обзоры на тачки, если можно пообщаться по зубам Я думал проблем в этой области у вас намного больше, чем с проблемами по тачкам И там 90% в рот выебанные Ну имеется в виду зубы Как у вас там обстоят дела с вашими 36 или у кого там поменьше Напишите, сколько у вас зубов осталось Просто ради интереса В оральном этом пространстве Раньше ну так смеялся А сейчас похую И спасибо за это Владу, самое что интересно Это хозяин той М5, которую мы снимали Бля, такой душевный парень Просто спасибо тебе большое, Влад Я не знаю, смотрит он или нет И вот не то, чтобы это как бы реклама Ну просто если вы в Москве И вам нужен нормальный, грамотный специалист То клиника Skyline Ну, бля, и название у нее такое, да? Skyline, хорошо, что не Nissan Ну и похую на зубы Жили же как-то без зубов и еще проживем Ну мы же сейчас не в стоматологии Мы вот находимся в салоне Не побоюсь этого слова сказать Наикрутейшего автомобиля Mercedes E-класс 212 Рест И на улице зима, холодная Мы решили начать обзор вот именно с салона С того, как мы ездим И знаете, что я вам скажу? Я еду и нереально кайфую с этой тачкой Это никакой не 5,5 Это, бля, не компрессор Это не редчайший выхлоп Это обычный овощной 212 в ресте Будем так говорить Потому что у Mercedes тоже есть пакет И не выебываетесь И иногда он один хуй тащит Меньше весом, чем BMW BMW даже в пакетах вас превзошло Пакетами меряемся, пацаны? Давай на интерес возьмем один раз Один пакет BMW и один пакет Mercedes И будем на них нагружать, нагружать, нагружать И по килограммам что больше Ради эксперимента, нет? Сколько вывезет в итоге BMW Если BMW раньше порвется, то не этот Не покажем Вот у меня был бы, если Mercedes, я бы вместо ковриков Сидел бы пакет BMW Ха-ха-ха-ха-ха-ха Допизделись Когда забрали эту машину Спасибо Эдуарду, нашему другу Который нам ее предоставил Чуть, пацаны, если интерес, поснимайте Ну, как бы это не... Все привыкли видеть обзоры типа Ваа, 63-й Но не каждый из нас, да, может позволить себе Купить объемный автомобиль Но ему все-таки нравится Mercedes В исполнении вот в таком кузове И он бы хотел себе позволить Мерседес Кто бы что не говорил, он даже звучит красиво Мерседес это статус, Мерседес это стиль по-своему Мерседес это по-своему комфорт И вот здесь я Мерседес понимаю Вот здесь Мерседес и идеологию Мерседеса тех лет Которая она в принципе пришла Это комфорт, тихая, спокойная, вальяжная езда Не торопливая по городу Потому что сейчас все города забиты тачками Автомобиль Е-класса в объеме 2 литра с турбиной На-по-все-днев Константин четко подметил Он прям выхватил вот так на лопатку Короче в мою мысль Кинул ее на бедро и поцеловал ее в щеку Достаточно не старый автомобиль 14 год В очень-очень-очень сохранившемся варианте Бля, кот когда снимал на него перебивки Он охренел, он зашелкчил Бля, я хочу этот Мерседес Да, он беден, ну не максимально Но бедный он в комплектации То есть, чтобы вы понимали Вот эта беда, она механическая То есть регулировка сидений Она механическая Рулевая колонка механическая Но если закрывать на это все глаза И опираться опять же на надежность Тех элементов, которые механические Да, надежно, но не комфортно А сейчас время такое, что каждый человек Ищет себе комфорт Каждый человек стал по-своему лениться Никто не хочет нагибаться, искать ее Плюс это девчачья машина Они любят комфорта Им не вариант с такими ногтями Механику дрючить Она если ногтем там застранит Это же аварийка Она же уебется в такую же, как она Которая перед ней тоже, бля, что-то там ковыряет Потому что она не может понять Как себе настроить руль, бля Вот по вылету там, по выносу Все дела и все И прилетела кукуха Один раз настроил и не трогаешь? Нет, нихуя А хорошо, а вдруг муж сел и расстроил Обратно пускай настроят Ну правильно, кто муж? Да Оп, пиздец, он что с линейкой будет ходить? Ебать Для этого и есть память сидений Два литра турбо едет Хорош, он едет даже не на спорте Мы выключили эконом режим Но он едет, пиздец, как интересно У него на высшем уровне шумоизоляция Вот как городской автомобиль Я когда-то для себя открыл Гольф GTI И это для меня был максимально И есть максимально городской автомобиль На котором ты будешь В максимальной точке комфорта Вот передвигаться В городе, где трафик большой Где вот, ну, где надо вот пошустрить Но здесь для таких городов Как вот, допустим, у нас Для провинции очень много людей выбирают И предпочитают себе мерседесы Хуительно она едет Как бы для города кайф Расход небольшой Управление какое-никакое Мерседесовское Оно тут есть Я сейчас рассказывал про вторичный рынок И эти машины становятся популярнее Потому что люди научились думать И видеть, что их наебывают в машинах И поэтому возвращаются обратно К этим машинам Что знают, что здесь Плюс-минус есть некая такая честность К потребителю Несмотря на то, что у тачки 190 тысяч пробега Она едет, ну, реально, как целка Как целка по сравнению с тем Что мы видим последние, ну, там, условно, лет пять Качество материалов на тот момент настолько круты Что и сейчас они очень крутые Не кривая строчка Все здорово И ты едешь и понимаешь, что ты в Е-классе Он рестовый еще Снаружи он просто бомба смотрится Кстати, мне кажется, изъездщики Это один из самых популярных кузовов И смотрелся даже без обвеса Более или менее неплохо Ему надо было оставалось накинуть просто колеса И даже если нету условно М-обве Бля, это душа БМВиста, бля Если нету этого АМГ-обвеса С веса вот этих бамперов, там, выхлопа Это же все тюнячится Есть огромное количество сторонних фирм Которые могут это дать не в оригинале Эта машина дает возможность Выглядеть молодо, круто и стильно И появляется некое такое желание Приобрести себе такой автомобиль На каждый день, на повседнев Чтобы ездить, заниматься своими делами То есть, эта тачка, я бы ее назвал Такая друг и помощник семье Очень многие из нас не любят БМВ Не любят Мерседес За какие-то их минусы Они ломучие Ведутся разговоры о вечности японцев Да прекращайте, все это хуйня Такие автомобили на таких малых объемах Они всегда бывают максимально сохранившимися Посмотрите даже старые тачки Как у Мерседеса и БМВ Просто японцы, они не берут так на рот Запомните, вот это самое главное Японские тачки имеют Не может хозяин японца Напихать ей, если она в стандарте каком-то Она абсолютно не веселая тачка Сейчас может под эти слова Кто-то меня в инстаграме будет отмечать С японскими тачками У японцев есть какие-то определенные тачки Которые дают, да Но если в классе вот этих автомобилей Ну возьмем 55-ю Камбри Да это чистая залупа ряда вот с этим Мерседесом Нету ничего, чтобы могло бы вас Я не знаю, как вот стороннего человека Не принадлежащего никакому из автомобилей душой, да Чтобы повернул вас на 55-й Никогда в жизни 55-ку Камбри Рядом с 212-м рестом Ни внешней, ни отделкой Ни тем, как я себя чувствую в салоне этого автомобиля Ни управлением тем более, блядь Да, может быть у них будет какая-то топая версия 3,5 литра Но если это 2,5 Да и что, 3,5 на переднем приводе Да это тоже залупа со своей коробкой Что там по дополнительному радиатору Купите себе вот такую тачку Кстати, эта тачка тоже продается Если кому-то интересно Не к этому смысле подвожу Но если есть у кого-то желание И вы смотрите Она в ошалет каком состоянии Ну она на буст где-то с 2,5 выходит Она там интереснее У нее середина интересная Она едет хорошо прям вот от 2,5 И все, во всем диапазоне до конца В принципе провала такого нету Она прям хорошо плавно набирает Здесь еще адаптивная коробка Она же тоже естественно подстраивается Под стиль езды Человек, который на ней ездит Он не молод в плане возраста Да, и ну обычный такой средистатистический водитель Который ухаживает за своим мерседесом И коробка тоже подтупилась За время его езды И вот сейчас я и напихиваю Чувствуется, она чуть-чуть не понимает Что я от нее хочу Нету знаешь чего вот в этом автомобиле Я тебе сейчас скажу Нету овощности что ли Знаешь, вот в поведении самой тачки И в твоем ощущении И в твоем восприятии этого автомобиля Легкая, интересная Вот как запах фычина Знаешь, вот Ну она вот так вот Фычин, короче Знаешь, что Это не фычин, это я перну Иди нахуй, долбоеб Кот где-то Ну чувство легкости, бля То есть на ней даже вот сейчас, да Условно ситуация Водители друг друга не поняли И как это бывает обычно на дорогах Вот так все начинают останавливаться Сука Как тетрис, ебаный в рот, бля Вот это у них что за хуйня бывает Как они ездят, я не понимаю И вот такой ситуации, когда перед тобой вот такой сумбур Ты раз-раз легко отормозился Ушел, кайф Здорово Сейчас типа выйдет, ему и бальник набьет, нет? Что-то я расхвалил, да, Константин автомобиль, бля Ты говоришь Хоть, говорит, поругай его, говорит Кот Хоть за что-нибудь, да поругай Ну давай за это поругаем, если Если надо поругать Ну а с другой стороны, что его ругать за это? Он же в этом не виноват Джойстик всю жизнь не живет, бля Да тут вы хотите от камеры и телевизора Блин, не, серьезно, Кот Ну ругать, вот за что? Вот это же будет не объективно, да Если я сейчас скажу, что это машина хуйня Говорить о каких-то минусах у автомобиля Которому, ну сколько уже? Восемь получается лет, да? Ну и вообще за эту модель Конструктивно все машины имеют какие-то свои минусы Нету идеальной машины Ни BMW, ни Mercedes, ни Toyota Тем более, это вообще Никакая нахуй не идеальная машина Говорить за это тоже смысла нету Потому что все ломается Человек ломается Судьба, блядь У человека ломается судьба А тут вы хотите вечности отачки Да нихуя, даже Bumblebee всего лишь на 5 серий, бля, вышел и все А делаются машины сейчас абсолютно все Запчастей, кто бы что не говорил Запчастей нету Че там мя-вя Есть Да, подорожало Я согласен Но сейчас содержать такую машину Ничем не дороже, чем ту же 55 у Camry Но если вы не тянете, бля, на оригинал У вас есть возможность сделать это аналоговыми запчастями Да, поведение у тачки изменится, если вы поставите аналог в подвеску Понятно, она может где-то плыть Но не каждый из вас это давайте честно заметить Кто-то тачку пользует абсолютно спокойно А там вы таких изменений прям не увидите, не поймете Но тачка в нынешних реалиях огонь Я сейчас понимаю, что нет смысла их ругать Потому что, что бы мы сейчас новое не взяли Это порнуха чистая Ту сумму, которую сейчас стоит этот автомобиль Это от полутора и выше В зависимости от состояния там Пробега, укатанности и так далее Мы нихуя не возьмем А если даже возьмем, то что мы возьмем? Правильно, москвич Да нахую я вертел москвич за 2 миллиона Если я могу ездить вот на этой тачке Альтернатива вторичного рынка всегда есть Этот вопрос всегда открытый И очень много на этом людей зарабатывает Потому что, ну, еще можно найти Огромное количество достойных автомобилей на вторичном рынке Здорово сохранившийся Mercedes Это эта машина Кот, вот честно Состояние в пробеге в 190 тысяч Ну, вот честно Ты знаешь По моему же ебалу видно Ну, по твоему ебалу видно Они твоего ебалу, к сожалению, не видят Поэтому, блядь, сука, намурлыч что-нибудь Сейчас мою ебалу на камеру Такое ебало, как у тебя на камеру Изобразить не так уж и легко, брата У него морда красивая Мне нравится у 212-го морда Вот мне Дорис не нравился мордой Жопа смотрелась более или менее Вот когда они сделали рест и появились вот эти фары на ней Она очень красиво смотрится Особенно ночью, когда дыхло у нее горит Дневные ходовые огни Она ебать какая красивая, нет? Вообще ничего не требует дизайн Он вот как будто вот в ноль выведет Ничего не добавить, не убавить Колес просто вот ей не хватает Вот конкретно ей Но цвет у нее бешеный Как ты говоришь, машина в темщика? Машина темщика Машина темщика, да? Не тюремщика? Темщика А, темщика Конкретно московского темщика Ага Кофиманию подъехали А темщик это кто такой? Это который темы мутит А что за темы? Ну дрочит там Арбитраж Барбитура Арбитраж Барбитураж А не эти темы, короче Ага Все понял Силос подвезти там условно Молоко По дворам разъехать, покричать Молоко Смерть, а может получше продается, нет? Не, не Короче не попадаю я, да? Мандарины А, мандарины с Абхазии потащить Кстати у нас есть в Абхазии подписчики Я думаю можно даже бизнес на этом Неплохое овощное построить Ну не овощное, а фруктовое хотя бы Короче машина темщика, да? Хлебосольная тачка, короче Все, я понял По другому Бля, не, она меня пора Я бы клянусь никогда бы не перешел на Эко комфорт Ой, эко комфорт, эко режим И вот она на спорте едет так, как вот Как я хочу Как мне приятно она едет Смотри Просто она, она походу просто привыкла И вот сейчас она начинает дышать Я прям чувствую Чувствую ногой, как вот акселератор По другому стал себя вести Тачка вообще по другому стала Вот первое время я чуть на ней поездил Она прям как-то не понимала, что там Ебать, что поедите Воу Воу, эдик, эдик, блядь Эй Знаешь, типа такой момент Это ты там или не ты? Он же тихо, спокойно ездит Там все дела А тут и баб сел борода И начинает сразу спорты Мам, блядь, давай ему туда Ага, блядь, значит так надо было Я думал, сделать, не сделать, сделать, не сделать Взял, сделал Я, блядь А че, цирку строили? А че, цирку строили? По-мужски, замкнуло Чуть замкнуло Ей, Мурат, конечно, легендарь Я его все Бля, не понимаю, блядь, вот как люди Последнее время стали ездить Ну, может все стали куда-то настолько сильно спешить Что, ну, культура вождения Культура восприятия Такого же, как ты на дороге Водителя Она просто ничтожно стала Или это то, как с похолоданием к вам приходит, блядь Ну, че за беда Ну, ты не замечаешь, блядь, насколько, блядь, противнее мы стали водить Насколько противнее мы стали относиться друг к другу на дороге Насколько неуважительнее мы стали относиться Это нехорошо Это нехорошо Ну, как бы не чуть-чуть стали злее А, ебать, блядь, как стали злее Да что злиться от того, что ты злишься в жизни, нихуя не поменяется, брат. Ничего не поменяется, грамм. Как бы ты ни злился, сколько бы ты нервов ни потратил, в тот или иной момент ты этим не изменишь. Ничего. Поэтому я сам нервным становлюсь иногда, да, бывает. Но я пытаюсь ловить себя на этой мысли, что ничего не поменяется. Ты только разъебешь себя и все. А это потом так или иначе сказывается на своем здоровье. Поэтому будьте добрее друг другу. Просто будьте добрее. В этом ничего трудного нету. Сдерживайте свои эмоции. Потому что эмоции могут иногда привести просто к тотальному, к фатальному. Ничего ведь не поменяется от того, что кто-то клинится или, блядь, кто-то кого-то хуйсосил. Нет же? Нет. Все просто привыкли к моему эпатажу, да, то, что я все хуйсошу. Есть, ну, конечно, за что похуйсосить. Тысячи раз говорил. Прежде чем вы уверенно будете говорить за тачку, на ней надо поездить. Какое-то время понимать ее, столкнуться с чем-то. Не, ни один блогер вам правду не скажет, блядь, когда он, вот, сейчас ему пригнали машину и сейчас надо сделать. Это максимально необъективно. Поэтому, вот, мои впечатления от нее сейчас, как я ее, вот, какие я получил, потому что поездил на таком объеме, на такой машине в первый раз. И оценил ее для себя именно, как езда, вот, ну, по городу, для использования на каждый день, на, на, на дела семьи, там, я не знаю. Поэтому машина в дом, вот, прям, ну, вот, прям так ее хочу назвать. Внешний, безупречный, безупречный дизайн на то время, с какими-то своими спорными моментами, потому что внешний вид, это всегда вкусовщина. Кому-то нравятся больше агрессивные линии, кому-то менее агрессивные линии. Но если брать конкретно этот автомобиль и кузов 212 и его рест, то очень красиво. Мне очень нравится его оптика. Она, вроде, смотрится элегантно, кот, красиво, так, знаешь, вот, ну, но с другой стороны и агрессия в ней тоже есть. И вот эта двуликость ее, она, она подкупает. Она как чертенок смотрится, вот, серьезно. Вот такая ассоциация. Вот я еще бы выхлоп вот такой, вот, когда вот, аэнгейшный вариант, громкий такой, вот, как чертенок, сука, он смотрится. Блин, реально, любите всегда, говорю, любите машины. Просто искренне их любите, смотрите на них, видите, смотрите на них с другой стороны, под разным углом. Присматривайтесь, найдите свой автомобиль, найдите свой кайф в тачке. Любая тачка имеет кайф, просто его надо найти. То зерно, вот, то семечко, которое бы вас вот зацепило. И в этой тачке их очень много, очень много плюсов, которые вас зацепят. И вы будете с удовольствием проводить время за рулем этого автомобиля. Я вам отвечаю за свои слова. Только если вы найдете его вот в таком вот достойнейшем состоянии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не буду нахуй говорить, а ставьте лайки, потому что кота это раздражает. Он прям клинится на то, когда я говорю, ставьте лайки и дизлайки. Короче, ребят, и ссылочки в описании, бля, тоже его клинят, короче. Все там, все вы прекрасно знаете где. Ну а с вами был Марат Борода-Колев и канал Asato Channel. Команда Asato трудится только для вас. Давайте, братцы, спасибо, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok